Всех приветствую! По традиции дополню сегодня обзоры свои. В общем, суть в том, что акции вчера пошли все-таки вниз, но коррекция оказалась зигзагообразная. И это означает, что еще раз обновим их АИ. Что здесь, что на NASDAQ одна и та же картина. Короче говоря, ничего не хочет падать, соответственно, этому то я бы сказал, что лучше не шортить крипту. В принципе, шорты-то меня поскидывал, и там уже есть подтверждение того, что возможно мы пойдем сильно выше. Поэтому сейчас будем подробнее все это дело разбирать. Вот есть несколько трейдов, которые можно отторговать. В общем, суть в том, что здесь как-то вообще все растет и растет, и падать не хочет. Как бы NASDAQ вроде бы тоже упал зигзагом, соответственно, он тоже пойдет вверх, а ему тут до верха еще пилить и пилить. Поэтому не советую пока здесь шортить. Надо подождать подтверждение. Подтверждение это уже большой заходной импульс. Ну что-нибудь вот, наверное, вот если такое будет, грубо говоря, так вот, то это вниз, как минимум так. А пока что все растет, как бы ничего не падает. Нет, только по рублю, по рублю напугали, потому что санкции хотят ввести на гособлигации, RGBI, я много раз показывал. На самом деле сейчас вот многие говорят, что рубль от нефти зависит. Ничего он от нефти не зависит, вот от чего он зависит. Если наложить графики рубля и вот этих облигаций, сами видите, они практически идентичны. То есть, как только падают облигации, сразу все начинают продавать рубль, покупать доллар и евро. И выводят деньги свои обратно. Если сейчас инвесторов напугать иностранных и сказать, что мы вам запретим покупать эти облиги, то они что, они продают облигации, покупают рубли. А рубли-то зачем? Не нужны, они меняют их на доллары. Поэтому рубль вообще сейчас сам по себе против рынка прет. И тут нужно, конечно, подробнее посмотреть, что к чему. Потому что, сами видите, все отработало. Коррекция импульса to the moon. И идем мы сильно вверх. И давайте сейчас смотреть, что это у нас такое. Вот если сюда посмотреть так глобально, то все здесь очень примитивно и понятно. Суть в том, что здесь вот. И сами знаете, что это такое. Вот туда. Поэтому тут все каюк рублю, как бы. Можно смело хоронить. Тут есть альтернативный вариант, самый лучший этого такой. Ну, это под сомнением. Скорее всего, сразу вверх полетит на исторических АИ. А это где? 83-86, по-моему, там даже было. На некоторых котировках. Короче, вот сюда. Вот сюда оно полетит. Там просто по-разному, видимо, брокеры торгуют все это дело. По-моему, 86 вообще на других котировках. Просто это какой-то американский брокер непонятный. Просто он круглосуточный, поэтому его котировки беру. Ну, короче, все, можно хоронить рубли. Соответственно, он даже не смотрит уже ни на что. Просто, если деньги инвесторы иностранные забирают, то он падает. Все, больше другой причины нет. Даже то, что нефть растет, ему вообще пофиг. То есть, никакой корреляции там нет. И поэтому не советую сейчас деньги в рублях держать ни в коем разе. Так. Ну, короче говоря, акции растут. Что еще тут можно торговать? На самом деле, нормальный трейд – это золото. Вроде бы, вроде бы, все подтверждается с ростом. Ну, никак я не могу его вниз разметить. Извиняйте, но золото на 1800 для начала. А там будем смотреть. Конечно, сегодня в чате скинули глупый вариант, что он пробьет дно. Но, как бы, у меня тут есть. Но, а здесь-то импульс, а здесь-то коррекция, а здесь-то что-то. То есть, вряд ли оно, как бы, пойдет вниз. Ну, вообще, тут импульс, тут коррекция. Тут, короче, два заходных подряд. Это означает ту за мун сразу вверх. Но, желательно все-таки, конечно же, поставить стопик куда-либо. 1723. Я заходил по 1725-1727. Как сидел, так и сижу. И самое главное, серебро подтверждает эту разметку. Сами видите, абсолютно точно сходило как нужно. Единственное, что я не хочу кучу активов сейчас залезать. И держу только золото. Там, в принципе, этого достаточно. Просто, там, чуть больше объема нагрузил. Но, по идее, серебро еще сильнее должно вырасти. Оно менее ликвидное, скажем так. Там легче цену задирать вверх. Это, грубо говоря, как эфир, серебро. А золото, как бедок. И если уж в сернике кочегарить будут все металлы, то серебро сильнее полетит. Поэтому вот так. И тут тоже глобально, если посмотреть, то оно пойдет сильно вверх. Выбивает вот эти хаи свои последние. Вот сюда куда-то. На тридцаточку с копейками, как минимум. И то же самое золото пойдет на 2.100. Если посмотреть здесь, то вот сюда оно должно пойти. На 2.100. И может быть даже 2.150. Куда-то туда. И обычно это все дело растет, когда какая-то жопа на рынках. А рубль уже говорит, что все, готовьтесь, ребята. То есть уже есть подтверждение. Единственное, что я не могу это с нормальными валютами стыковать. С евро, с долларом. Пока не буду ничего смотреть, потому что, как всегда, ничего не понятно. И раз, кстати, про нефть заикнулся, то вот здесь сломали все-таки треугольник. Но в сути это не меняет. Треугольники часто не срабатывают. И получается двойной зигзаг. То есть то же самое. Только просто вынесли шортил, грубо говоря, который здесь продавали. И сейчас их нету. И многие будут говорить туда. А на самом деле будет туда. И вот так как-то. Поэтому, судя по нефти, что-то с акциями тоже сильно лонговать не стоит. Поэтому она тоже может пойти как-то против рынка. И, в общем, акции хоть и вверх, но все-таки вот тот вариант, что мы просто ложно пробьем хаи, потом пойдем вниз. Он основной. Потому что евро-то нужно вниз как-то тащить. И оно пятую волну дорисовывает. Один, два, три, четыре, пять. И, возможно, уже дорисовало. Но, по идее, вот сюда вот эти стопы оно сбило. И как бы выше-то никого и шортил нет. Соответственно, сейчас будут лонгистов и по всяких пробойщиков высаживать. Короче, не буду менять даже прогноз. О, и оно пойдет вниз. Вот так. А там будем смотреть. И вот это как раз-таки подтверждает то, что доллар сила. И акции лучше не лонговать, скажем так. Но шортить, конечно, чуть рановато. Ну, посмотрим. В общем, такие пока идеи. Ну, а по крипте, как уже и сказал, раз акции растут, то, наверное, что-то есть сомнения в том, что оно вниз. Потому что по битку, еще раз напомню, есть вот этот вариант. И как-то не хочется это шортить. Если включить эфир, то он уже как-то это слишком близко подобрался там уже к своему критическому уровню. Вот здесь вот он, 2530. Короче, странно-странно все это дело. И по эфиру есть вариант на 3000. И поэтому шортить я это не буду. И покупать тем более. Покупать уже вот здесь, это уже совсем бред. Поэтому сейчас крипта вообще на отдыхе. Честно говоря, советую, у кого были лонги, продавайте. И нафиг сидеть и ничего не трогать. Потому что могут как обвалить, так и запампить. Но потом все равно обвалить. То есть то, что эфир будет по 2000, 100%. 100% вопрос, а сразу или с 3000? Поэтому вот в эти угадайки я играть не хочу. Я лучше куплю золото. Я лучше подшарчу акции чуть-чуть позже. А все остальное вообще настолько не очевидно, что даже не знаю. Ну и, естественно, доллар против рубля покупать. Вот те трейды, которые такие более-менее нормальные. А все остальное так себе, скажем так. Так, ну и что еще можно дополнить? По Риплу у нас здесь такая штука интересная. У нас здесь вниз зигзаг. То есть вот я Рипл вниз рисовал. И по идее он должен еще ниже пойти. Но поскольку здесь зигзаг, Викова знает. Просто здесь тройка, здесь тройка. Это мои любимые тройки. А это означает, что здесь может быть тоже тройка. Такая вот. И только потом пойдет вверх. Поэтому, если Рипл как бы вниз пойдет, то, скорее всего, надо его покупать. Вот реально. Он может, конечно, вернуться вот в эту зону. Вот таким макаром каким-нибудь. То есть что-нибудь вот такое вот нарисовать. Но вот если он здесь будет, в принципе, можно покупать. А здесь покупать я не советую. Потому что вверх тоже тройки. То ли это треугольник, то ли еще что-то. Но Рипл пойдет на 2 бакса. Без шуток. Поэтому вот тут тоже с криптой лучше осторожнее быть. Потому что есть такой вариант, есть такой вариант. Фиг его знает. Ну, короче, надо покупать. BNB тоже подтверждает эту всю идею. Единственное, что есть вариант вот в эту зону сходить. Вот в этот треугольник. Поэтому тут, как и с Риплом, тоже такое может быть и потом вверх. Поэтому, кто хочет реально лонговать крипту, лучше подождать пониже. Если она уходит сразу вверх, да и ладно, пропускайте. То есть, как бы другие активы, которые можно отторговать более надежно. В общем, пока вот такие рекомендации. Ну, к битку, соответственно, тоже ничего не меняю. Просто вниз тоже прошло какое-то странное, а непонятное. И вверх тоже странно и непонятное. Ну, короче, по идее, конечно, биток должен на 60 тысяч сходить. Но совсем не факт, что он туда сходит. Может сразу вверх пойти. Поэтому никаких шартов тут не делаю. Но если я вижу, что это точная коррекция, что будут покупать в районе 60, то может даже куплю. Потому что есть шансы на 65 сходить. Фигура будет, конечно, странная. Но по логике, вот как я рисовал, просто сюда можно тройку перенести, сюда четверку и будет пятая волна. Ну, короче, не буду сейчас мудрствовать с этими волнами. А суть в том, что тут трудно предсказывать рынок. Потому что все разные стороны ходят. Акции вообще не падают. И на их рынки уже просто не реагирует большинство. Растут и растут. Да и ладно. В общем, посмотрим, что будет дальше. Пока по валютам ничего не понятно. Но все-таки жду роста доллара, так скажем. Не сегодня так, на днях. Ну, в общем, такие пока идеи. И посмотрим, что будет дальше.